9 мая друзья пригласили нас на речку отпраздновать День Победы. Внезапно из кустов выглянул взрослый черно-белый кот. Осмотрев его поближе, мы обнаружили в шерсти огромное количество клещей, которые уже долгое время пили его кровь и медленно убивали кота. Чтобы не оставлять бедолагу на верную гибель, мы решили забрать его домой, вытащили всех клещей и затем стали искать ему новую семью. Если вы впервые на нашем канале или пропустили первую часть, обязательно посмотрите ее, кликнув по подсказке в правом верхнем углу или по ссылке в описании. Сегодня вы узнаете, что происходило у нас после выхода первой части, куда мы его повезли и чем же в итоге закончилась эта длительная история. Я приготовил для вас несколько сюрпризов, поэтому обязательно досмотрите это видео до самого конца и не забудьте оценить видосик лайком или дизлайком. Приятного просмотра! Начнем, пожалуй, с обещаний. Помните, в прошлом видео я показывал вам уведомление, в котором Ютуб поругал нас за медленный рост нашего канала? Вы активно подписывались на канал и в следующий раз я пообещал показать уведомление, в котором Ютуб должен был похвалить нас. И вот, совсем недавно мы его получили. Это довольно неплохие результаты по меркам топовых ютуберов. Спасибо вам. Но на этом останавливаться нельзя. И поэтому, раз уж вы такие молодцы, я бы хотел у вас кое-что попросить. 4 августа у меня день рождения. И мне очень хотелось бы получить от вас особый подарок. 2 миллиона подписчиков на этом канале. Я понимаю, времени осталось мало, а до 2 миллионов еще далеко. Но я все равно буду верить и надеяться, что у нас все получится. Поэтому, те, кто еще не подписан, найдите под видео красную кнопку подписаться, смелее лупите по ней и по возможности призывайте подписываться друзей. Покажите им эти видео, над которыми я очень стараюсь и, возможно, им будет интересно. А мне приятно. С момента выхода первой части про кота прошло довольно много времени. Кот жил один в пустой квартире на окраине города, пока мы активно искали ему хозяина. Чтобы ему было не так одиноко, мы старались чаще к нему приезжать и больше времени проводить с ним. Привозили ему вкусняшки, которые он трескал с большим аппетитом. Развлекали его играми, чесали его какой-то штукой, название которой я до сих пор не знаю. И просто гладили, сидя на полу, пока он лежал рядом и громко мурлыкал под наши долгие разговоры. Не было ни дня, чтобы он нас не встретил на пороге своего гостиничного пентхауса. Вот только провожать нас до двери он не особо спешил. Будто уже понимал, что если мы начинаем собираться, значит ему опять придется слушать тишину до следующего вечера. Вам, наверное, интересно, писали ли нам люди по поводу кота и как часто? Писали. И очень часто. В одном видео я даже сказал, что потенциальный хозяин уже есть. И оставалось только назначить дату встречи и завести кота в его новый дом. Как видите, кота еще не отдали, но потенциальный хозяин уже есть. И если ничего не поменяется, то очень скоро кот поедет в свой новый дом. Что ты так поднялся? И как вы думаете, что произошло потом? Сразу после выхода этого видео внезапно оборвались абсолютно все варианты. Вот вообще все. Абсолютно все, кто хотел забрать кота в свою семью, стали отказываться по разным причинам. Кто-то уже завел другого, кто-то подумал и решил передумать, кто-то и вовсе перестал выходить на связь. Это сильно ухудшило наше положение. Мы с Катей поняли, что походу влипли по полной программе. Ну представьте сами, подобрали кота, посадили его в чужую квартиру и теперь каждый вечер ездим к нему и сидим там до последнего автобуса. И так уже два месяца. Никакой личной жизни и никакого отдыха. Люди отказываются, а новые заявки уже вряд ли будут поступать. Ведь в прошлом видео я ляпнул, что уже нашли человека, тем самым, будто поставив на паузу актуальность нашего объявления. Что теперь делать и как выходить из положения, мы вообще не знали. Один только кот жил в свое удовольствие. Ему вообще было пофигу. Повезут его куда-нибудь или он так и останется жить в пустой квартире с одним окошком. Он был и этому рад и каждый день выражал нам свою благодарность. У тех, кто впервые на нашем канале, наверняка возникает естественный вопрос. А почему бы нам не забрать его к себе домой? Хотя бы даже на время, чтобы не ездить каждый вечер на окраину города. Да все очень просто. У нас дома несколько своих хвостов, которые привыкли быть в центре внимания главными любимчиками. Сто процентов они бы с ним не поладили. Поэтому мы держали его отдельно и выкручивались как могли. Пошли. Идем. Казалось, будто все как назло против нас. Но мы даже не подозревали, что все это наоборот вело нас по светлой полосе к лучшему. Через некоторое время наши социальные сети стали буквально атаковать сообщение женщины, которая просила нас никому не отдавать этого кота, потому что это ее кот. Нет, не в смысле, что мы нашли кота, которого она потеряла, а в смысле, что она сразу поняла, что этот зверек нужен именно ей. Александра Николаевна, так зовут эту добрую тетеньку, увидела наше видео и влюбилась в котика с первого взгляда. Она прям так и писала. Этот кот ждет меня. Это мой кот. Без сомнений. Мы созванивались и долго общались по телефону. Было слышно, что этот человек настроен решительно. И это радовало нас. Она так хотела этого кота, что порой даже и правда казалось, что мы просто нашли ее потерянного питомца и должны вернуть его хозяйке. Александра Николаевна живет с семьей в Могилеве, до которого чуть больше часа езды. Очень любит животных и будет относиться к этому коту как к сыночку. Она даже заранее знала, как назовет этого парня, но я вам пока не буду говорить. Она скоро сама все скажет. Мы обсудили все детали и назначили примерную дату поездки. Это была солнечная суббота. Рано утром мы с Катей приехали к нашему главному герою, который, как всегда, уже заранее ждал нас на пороге квартиры. Кот даже не подозревал, что это была последняя ночь его тоски и одиночества в этой камере временного содержания. Сегодня он уже будет засыпать в объятиях своей любимой хозяйки, окруженной заботой и теплом. Чтобы нашему красавцу не пришлось знакомиться с семьей натощак, мы рискнули перед дорогой его немного покормить. Вернее, это мы планировали покормить немного, но этот парень, наоборот, решил заполнить свое пузо по полной программе. Ну и ладно. Я думаю, ничего плохого в дороге не случится. Кушай. Кушай ты, солнышко моё. Кушай. Затем мы снова вычислили всю его лишнюю шерсть штучкой, название которой я так и не узнал, а потом и подстригли его отросшие и заточенные об ковры коготки. Всё. Теперь наш симпатяга полностью готов к знакомству с хозяйкой. А поедем мы сегодня, впрочем, как и обычно, в компании наших родных людей. Это моя сестра Алена и её супруг Лёша. Вы уже знаете их по прошлым нашим поездкам. Ребята всегда выручают нас в таких ситуациях, поэтому давайте все вместе скажем им много добрых слов в комментариях. Уверен, им будет приятно. А кто тут кучу наложил, а? Ничего, выпустил. А то что будет? А что будет? Промежутки бывают. Промежутки будут в зубах у меня? Котик, ты что, ты с ней или со мной? Кто к тебе на велосипеде приезжал? Кто к тебе? Вот выбирай между нами двоих. А кто нам тут? Она? Предатель. Предатель. Всё. Всё. Я к тебе больше на велосипеде не приеду. Он скажет, конечно, не приеду, что я в Могилёве буду. У кота сегодня настоящий праздник. Ведь не так часто он мог наблюдать в этой квартире столько людей, как ему наверняка хотелось бы. Кот был рад каждому и хотел потереться о всех. Ты не подвизывайся. Но время поджимало, потому что нас с нетерпением ждут в Могилёве. Катя погрузила кота-путешественника в переноску. Мы взяли все необходимые вещи и направились с ним в сторону светлого будущего. Даже немного грустно осознавать, что он больше никогда не вернётся в эту квартиру. Никогда уже не покушает из этих тарелочек и не будет встречать нас у этих дверей. Но зато теперь он будет встречать свою хозяйку, а из этих мисок наверняка очень скоро опять будет временно кушать кто-нибудь другой. До Могилёва примерно 100 километров, которые обещают быть насыщенными. Всё складывалось просто идеально. Лето, солнце, дорога, отличная компания и котофей. Прекрасная комбинация для блестящего субботнего утра. Кот сидел спокойно и даже не подозревал, что каждая минута приближает его к новой счастливой жизни. Эта дорога окутывала меня воспоминаниями. Ведь однажды по этой дороге мы также везли Мишку в Могилёв. Если вы помните это, то уж точно должны помнить, что произошло в дороге. Я смотрел в окно и вспоминал ту мокрую прохладную зиму. Это было так давно, но будто это было вчера. Мимо нас, словно пули, проносились машины на встречной полосе, а за окном мелькали столбы и деревья. Кот лежал рядом с такими же удивленными глазами, как и у Мишки. И вдруг меня стала накрывать непреодолимая тоска. Что-то будто перевернулось внутри меня. Еще дома я думал, как же здорово, отдадим кота хорошему человеку. Он будет жить в большом городе, где много магазинов с вкусняшками и другими товарами для животных. Я понимал, что ему там будет хорошо, и это мною двигало. Ведь мы изначально так и планировали, не ездить каждый вечер к коту, а именно найти ему семью. И вот же, нашли. Но что-то вдруг переключилось во мне. Это трудно описать словами, но мы же столько просидели на полу вместе с ним. А сейчас мы его отдадим и будем сидеть на полу одни. Он не будет больше на подоконнике храпеть, как трактор. И мы теперь по вечерам будем заниматься своими делами, не переживая, что нужно ехать к коту. А как же он без тех ковров в центре комнаты? Ох уж эта дорога в Могилев. Что же она опять со мной делает? Мы свернули с дороги и решили сделать остановку, чтобы еще раз все окончательно обдумать. Я все рассказал своим родным, и они выбросили меня из машины. Нужно было прямо здесь и сейчас принять правильное решение. Сделав несколько звонков, я еще раз все хорошенько обдумал и решил... Вас разыграть! Конечно же я не передумаю, как это было тогда, ведь дом этого кота только там, куда мы его собственно и везем. Попытка сводить Котофея в туалет оказалась неудачной, потому что в 20 метрах от нас со свистом проносились фуры и легковушки. И этот шум и грохот сильно пугал котяру. Да он машину боится! Это было вполне ожидаемо, учитывая, что он прожил два месяца в полной тишине, а тут какие-то громкие страшные звуки со всех сторон. Усадив Пушистого обратно в машину, мы продолжили путь. Не волнуйтесь, в этот раз мы точно доберемся до места назначения. Это я вам обещаю. До города нам оставалось ехать примерно минут сорок. Приятная музыка, легкий ветерок и красивые пейзажи за окном. Все это сливалось с добрыми мыслями о будущем нашего котяры. Несмотря на легкое волнение, меня не покидало безумное чувство радости за него. Когда-то он был бесплатным кормом для клещей, брошенный безответственным человеком в месте, где выжить без помощи людей вообще нереально. А теперь у него будет все, что необходимо животному для счастливой жизни. Любовь, забота, тепло, регулярное питание, море, ласки и внимание. И самое главное, надежный человек рядом. То, без чего их жизнь теряет абсолютно все краски. Подъезжая к городу, мы сделали еще одну остановку, чтобы еще раз все окончательно обду... Кхм, ладно, ладно, шучу. Чтобы позвонить хозяйке и показать вам зубров. Кстати, зубры являются символом нашего государства. Александра Николаевна сказала, что с нетерпением ждет нас. Навигатор показывал 8 минут до места назначения. Это настолько мало, что я вдруг начал капец как волноваться. А ты не пойдешь с нами? Эти моменты всегда такие волнительные. Я даже не знаю, с чем сравнить. С походом к врачу, наверное. Разве что только это волнение приятнее того, что возникает под кабинетом. Александра Николаевна встретила нас и пригласила пройти в квартиру. Мы открыли переноску, но котик не спешил выходить. Впрочем, как и все, кто оказывался в новом незнакомом месте. Идем, мой горючий. Идем, мой желатый. Сулочек какой-нибудь. У меня это не важно. Мы ему все купим. Осваивайся. Иди, не бойся. Знакомство прошло успешно. Затем кошак побежал прятаться под ближайший диван. Оказавшись в неизведанном месте, даже этот смельчак ведет себя точно так же, как и любой другой кот. Идем, моя девочка. Спасибо. Спасибо вам. Будем давать о себе знать, что он делает, как он делает. Маркизом назовете? Маркиз. 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 Это будет мой Маркиз. Мы думали, ну когда я посмотрела, барон граф. Нет, это Маркиз. Нет, нет, ему да. Это Маркиз. Мы еще немного пообщались, пожелали друг другу всего доброго и поехали домой. А уже через полчаса Александра Николаевна прислала нам фото, как Маркиз вместе с ее мужем проводят время за компьютером. Он очень быстро освоился в своем новом доме и теперь ведет себя как настоящий хозяин. Провожает на работу и встречает всех членов семьи. Помогает на кухне готовить своей любимой хозяйке и не отходит от нее ни на шаг. Александра Николаевна каждый день пишет нам о том, как сильно она счастлива и называет его настоящим бриллиантиком. Теперь у этого парня есть дом и добрые люди рядом. Как же здорово, что все сложилось так хорошо. Мы с вами сделали еще одно доброе дело. Большое спасибо каждому, кто принимал в этом участие. Будьте счастливы и никогда не выбрасывайте своих домашних животных. Что бы ни случилось.